Российская наука во всем мире всегда была как бы показателем высшей профессиональной планки, так можно сказать. Изологический музей, который существует 250 лет, но до этого все равно существовали изыскания, является собой пример такой высшей планки научного подхода, в данном случае к дарвинизму и к археологии, и сегодняшней тоже, которая в общем-то является единственным доказательством истории реальной. Я очень люблю путешествовать, очень много стран объездил во всем мире, очень много животных, из которых здесь представлены, просто видел живьем, но очень интересно, что ученые и тексидермисты, которые работают с музеем, с этим, настолько высокого профессионализма, что нереально пройти по этому музею и не удивиться такой естественности, такой искусственно воссозданной естественности природы. Мне пришлось несколько проектов сделать совместно с изологическим музеем, и какие-то из моих работ были выставлены в русском музее государственном изобразительных искусств, потому что я занимался и графикой, и живописью, и фотографией, и просто лично общался с учеными, которые сегодня даже здесь работают. Я уж не говорю о Пржевальском и великих именах, которые здесь работали в другие времена, но и сегодня ученые, которые здесь работают, просто являются, наверное, такими достойными продолжателями самого высокого профессионализма и глубины понимания зоологии и археологии. Я вот с пиететом всю жизнь, с детства захожу в этот музей, и всегда какой-то у меня такой особый пиетет существует, когда я захожу в эти стены, начиная от великолепных картин, которыми разукрашены стены, и окончая даже вот запахом, который ты входишь в этот музей, он здесь единственный, больше нет таких мест в Москве, где вот такой особый какой-то запах старины и живой природы. Я желаю этого музею так и держать планку, которой можно гордиться и которую весь мир воспринимает с огромным уважением.